Друзья, привет! Это видео обещает быть очень эмоциональным, потому что время переезжать в новую страну, в Польшу. Мы вместе с вами проживем этот день, я поделюсь первыми впечатлениями от Варшавы, скажу вообще, почему Польша и буду ли скучать за Балгарией. Так что смотрите это видео до конца и приятного вам просмотра! Время сборов, наглядно показываю, что все это мы сможем вместить в наши чемоданы для тех, кто не верил. Вот так, собственно, складываем все вещи, так компактно в косметички, ну, в аптечку все запихиваем. И одежду скручиваем так рулонами частично, частично просто ложим. Ну и, короче, давайте сделаем магию монтажа, чтобы не было скучно. Не верю, но да, все получилось, все уместилось и даже немного места осталось в рюкзаках. Выкатываемся. Дом, в котором мы жили в Великотырного, в Болгарии. Очень полюбили мы это место и тут еще такой красивый вид у нас всегда был. Правда, сейчас погода дождливая, Болгария нас провожает грустенько, плачет. Да, уже скучает за нами. Да. Мы пришли к автовокзалу Великотырного, вот так он выглядит. Я бы сказала, это один из самых продвинутых и красивых автовокзалов в Болгарии, потому что вспоминаю Варну и просто плакать хочется. Здесь еще очень красивая природа. Да, природа красивая, но туман и дождь нам не позволяют вам показать это место во всей красе. Но ничего, будем ждать нашего автобуса. Кратко покажу, как выглядит автовокзал внутри. Здесь можно приобрести билеты. Здесь есть такой небольшой магазинчик, где можно купить что-то поесть. Дальше есть мини-кафешка и туалет. То есть все довольно-таки мило, уютно и чисто. И там выход к автобусам. Почему вообще Польша? Почему мы решили туда ехать? Потому что, во-первых, это очень красивая, интересная страна, куда мы давно хотели полететь. Во-вторых, она ближе к Украине, и там мы можем встретиться со своими близкими, что, кстати, мы уже спланировали. И, в-третьих, там, собственно, менталитет людей похож на наш украинский, поэтому, я думаю, нам будет там очень-очень комфортно находиться. Наконец-то мы прошли. Мы прошли все проверки, паспортный контроль, и вот мы нашли гейт, и примерно через 10 минут у нас начнется посадка. Это был достаточно тяжелый путь, стрессовый, и у нас, как обычно, не хватает времени ни на что. Да, вот ожидание было, что мы спокойно пройдем все процедуры, все проверки, сможем показать там ютубризону и так далее, и еще там кучу разных наших планов. Но в итоге осталось совсем мало времени, мало сил, и мы постоянно стояли в очередях, и это вот бесит, конечно, в аэропортах, потому что это все так быстро и долго одновременно. Да, но мы это сделали, и осталось только сесть на самолет и долететь. Я-таки немножко могу вам показать, как здесь вы греет путь и фризона. Вот такие вот магазинчики. Нам, кстати, нужно воду еще купить. Пошли, купим воду. И у меня еще же есть где-то сколько-то там лев, которые надо просто потратить. У нас осталось, ну, в принципе, немного осталось лев, на такси потратились. Ну, в общем-то, нужно будет обменять валюту оставшуюся, и потом вообще немножко запастись злотами. Не знаю, как вы, а я обожаю летать на самолете, но все еще волнуюсь во время взлета. Самое кайфовое, что когда мы поднялись выше облаков, было чистое небо и светило солнце. От этого мое состояние немного нормализовалось. Я думаю, когда весь этот стресс пройдет, я прочувствую по-настоящему. И вообще осознаю то, что мы переехали, но пока что я еще в таком в тумане. Делюсь как есть. Хотя хотела сделать прям супер такое атмосферное, радостное видео, но нет, реальность другая. Специально для вас записала момент спуска сквозь тучи. Это завораживает, правда. Сразу два надо взять. Ох, я к такому не был. Придется, да, два. Помотала его жизнь. Наши родненькие. Ну что, мы в Польше, в Варшаве. Ура! Мы это сделали. Да, забрали уже багаж. Все, супер. Настроение лучше, потому что все-таки во время полета они много отдохнули, нас еще накормили, чаем не поили, так что, слава богу, состояние нормализовалось. И, кстати, на паспортном контроле, когда мы проходили, нас вообще ничего не спросили. То есть увидели по паспорту, что мы с Украины, и все. Тут сильно много украинцев приезжает до сих пор, поэтому, видимо, особо не повторяются они с вопросами. Ладно, будем сейчас немножко отдохнем, и будем выходить с аэропорта и ехать домой. К сожалению, уже темно. Кстати, я не смогу вам показать особую Варшаву, но покажу вам другие дни. Мы с вами еще будем очень много гулять. Для того, чтобы передвигаться в общественном транспорте, мы уже несколько месяцев используем приложение Muvit. Здесь очень удобно, можно построить маршрут. Блин, звучит как реклама. И оно будет... Это не реклама, это просто я показываю, какое приложение лучше всего использовать, потому что я только что столкнулся с проблемами в другом приложении. Здесь можно выбрать маршрут по времени прибытия, сколько ждать. Просто можно выбрать, начать, и очень удобно отслеживать, в принципе, свое перемещение. Здесь все по шагам расписано, как будет строиться этот маршрут. Немного тут потерялись, потому что, когда мы первый раз находимся в каком-то новом месте, всегда ничего не понятно. Из этого мы опять позалились. Ну, короче, у нас настроение сегодня чисто по драматургии, как в фильмах. Туда-сюда, туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, как есть, это жизнь. И вот мы радуемся, а потом мы уже злимся. Кстати, надеюсь, меня слышно. Вот, так что ждем автобус уже 5 часов. Там еще магазин, потому что завтра магазины не работают. Так что да, устанем мы конкретно сегодня. Вау! Тем временем мы уже заселились в квартиру. Покажу вам ее все-таки завтра, потому что уже так темно, и, собственно, при дневном свете это будет лучше сделать, логичнее. А сейчас идем скупляться. Тут в Польше такая фишка есть. По воскресеньям большие магазины не работают, поэтому... Давай переднем дорогу. Поэтому нужно скупляться в субботу или, ну, в будние дни. Поэтому у нас других вариантов нет, как сейчас, со своей последней нервной клеткой пойти скупиться. Боже, сколько здесь людей просто! Я в шоке, сколько... Насколько здесь лютно, и насколько все люди здесь спешат. То есть мы в магазине еле отобрали вот эти вот... Добыли две тележки, просто их нету. Ну, ладно, это сейчас тут немного людей, но когда мы были... Когда мы зашли, то было очень много. И я уже умираю медленно просто. У меня поясница подыхает. А еще мы хотим кушать. Мы очень голодные, мы еще не ужинали. Да. Но могу сразу сказать, что цены в Польше приятнее, чем в Болгарии. Это на первый взгляд. Дальше посмотрим. Показываю, что мы купили. Первая часть, то, что влезло. Кстати, скупились мы где-то на неделю даже восемь дней, насколько я помню. Итак, мы взяли каши. Да, здесь тоже есть Лидл. Мы скуплялись в Лидле, как и в Болгарии, но здесь очень много товаров совсем других, других марок. Ну, там, польских, естественно, еще каких-то. Короче, мы взяли вот такой вот булгур. Гречневая каша. То, что мы давно нормально не ели. В Болгарии это прям дефицит какой-то был. И рис по смати. Дальше мука. Взяли вот такие вот протеиновые жидкости. Не знаю. Мы вообще очень быстро все брали, поэтому в чем-то мы можем быть не уверены. Взяли вот такой вот йогурт с протеином, соевый соус, огурцы, хлебцы, кетчуп, чай. Один вот такой вот, зеленый, с яблоком. Помидоры. Четыре боровинки. Привыкла их так называть. Черника, овсянка, морковка. Это бумага для выпечки. Хлеб для... Будем делать типа тюфтели. Макароны такие, такие. Грибы. Большой багет. Нам очень нравится брать какой-то необычный сыр-колбасу в последнее время, поэтому любим делать бутеры. Дальше ополаскиватель. То, что мы, слава богу, с собой не брали. Ну, у нас как раз позаканчивались такие средства. У великотырного. Также это шампунь Андрея, пена для бритья. В общем, сыр, творог, колбаса, куриное филе, зелень. Ну, мы такую вот нашли, что нашли, собственно, рукола. Вот такая вот колбаса, приколдесная. Прошута. Это Андрей взял себе на сегодня, так сказать, отпраздновать переезд. Куриные крылья и рыба. Насколько я знаю, это форель. Сейчас будет второй заход. Часть 2. Что мы еще взяли? Молоко. Естественно. Колу без сахара. Естественно. Пиво безалкогольное. Конечно. Это так, из очевидного нам. В общем, яблоки, перцы красные, сладкие, огурцы, это на салат. Киви, мандарины, груши, бананы. Седан на завтраке, фрукты едим. Сметана, две сметаны. Микс семян и орехов. Точнее, семян, наверное, просто. И разные орехи. Кстати, взяли вместо грецкого ореха бразильские. Они, кстати, тоже очень полезные и даже, возможно, еще полезнее, чем грецкие, потому что в них есть какие-то, в общем, витамины, всякое такое, не помню конкретно. Дальше картошка, лук, еще творог, сыр. Вот это, кстати, очень вкусный сыр. Если когда-то вы видели, попробуйте. Он с орехами и по вкусу прям вообще очень приятный. Почти как плавленый. Сыр горганцола. Это Андрей полюбил его. Мне он вообще не нравится. Ну, сыр с плесенью. Взяли специи, чеснок, корицу, еще обычный сыр взяли, фарш, красная рыба, вареники. Да, мы нашли вареники, хотя они-то написаны пироги. Ну, в общем, вареники с мясом. По сути, пельмени, только в другой форме. Также еще хлебцы, бритвы, рукав. Кстати, в Болгарии мы его постоянно не могли найти. Сливочное масло, еще один чай, томатная паста, гель для душа, шампунь мне и зубная паста. Вот такая вот закупочка. Сейчас скажу, насколько она нам обошлась. Чек, конечно, километровый. Это вышло 538 злотых. Это примерно столько гривен. В принципе, конечно, немаленькая закупка. Две вот таких вот кучи. И, кстати, почему мы закупаемся на неделю, особенно сейчас, потому что Андрей будет работать 7 дней, у него будет смена, поэтому как бы не будет времени пойти в магазин лишний раз. Так что вот, закупились, еле донесли. И, слава богу, уже этот день в принципе заканчивается. Очень устала. Так, где тут свет получше? Очень устала за этот день. Завтра уже покажу нормальный рум-тур. И еще поговорю с вами, потому что много мыслей не рассказала. Так что давайте уже до завтра. До свежих меня и Андрея. Тем временем прошла неделя, а я рум-тур снимаю только сейчас, потому что, во-первых, погода была очень серая, прямо приехали в самую такую плохую погоду и никак солнце не выглядывало, а я хотела снять рум-тур, чтобы он был красивым. Ну и плюс мне было лень убираться. Ну да ладно, теперь наконец мы это с вами вместе сделаем. Заходим в такой коридор. Здесь мы вешаем нашу одежду верхнюю, обувь можно поставить. И есть такой вот, да, маленький коридорчик распудия. Тут кухня, комната, спальня и ванная. Как раз начнем вот отсюда. Ванная. Вот такая, кстати, да, здесь у нас есть ванная плюс душ, что самое кайфовое, потому что до этого у нас не было ванной. Теперь можем кайфовать и лежать в ванне. Что могу сказать, это то, что здесь очень странный умывальник. То есть, если вы посмотрите сверху, то здесь как бы сильно близко к этой штуке и поэтому как бы зубы чистить неудобно. Да, это очень странно, я не знаю, как здесь люди чистили зубы другие, но вот такой вот минус мы заметили, но в целом квартира классная. Итак, дальше здесь есть еще вот такая вот необычная стиралка. Дальше мы попадаем в спальню. Она такая маленькая, достаточно. Здесь батареи есть вот здесь и вот здесь. Да, в Болгарии батарей не было, у них в основном центральное отопление, а здесь очень жарко. Андрей переживал, что типа здесь будет не так тепло, ну, из-за войны, из-за того, что вот с отоплением нужно всем экономить, но нет, здесь очень-очень жарко, и мы иногда прям открываем окно, чтобы стало более-менее прохладно. Здесь есть такие красивые постеры, вообще вся квартира в постерах, это прям плюс. Кровать это неудобная, сразу скажу, вообще, на ней спать так плохо, как-то потом спина вся болит, не знаю, очень странно. Вот такой вот уголок, кстати, зацените, как я красиво сложила одежду, это важно, вот, это моя полочка, я все здесь красиво расставила, обожаю эстетику, здесь есть такое вот зеркало, которое постоянно падает и создает громкий звук, еще в этой квартире очень много деталей, ну, всякие вот такие подсвечники, свечей здесь стоят вообще миллион, потом увидите, вот, ну, ладно, идем, собственно, дальше. Здесь находится еще один шкаф, но, не знаю, оставь его для наших родных, плюс здесь есть кладильная доска, сушилка, пылесос, всякие такие вещи, кухня здесь тоже такая уютная, мне нравится то, что здесь кухня отдельно от комнаты, то есть это не студия, здесь очень прикольно готовить, потому что есть место, газовая плита, необычно, да, как раз я же сказала, что нужно было убрать, убраться до снятия ремтура, поэтому я все помыла, здесь есть даже кофемашина, правда, мы пока не знаем, как ей пользоваться, но ничего, разберемся, и еще что такое удивительное в этой квартире, то, что здесь очень много приборов, прям максимально много, и тут в каждом ящике столько вещей, серьезно, я прям не ожидала, то есть, вот сколько у нас специй, и это при том, что я выкинула какие-то специи, заметила, что они старые, и вот, как видите, приборов тоже много, то есть, можно готовить вообще что угодно, даже скалка есть, мы с Андреем угораем по этому поводу, кстати, есть вот эта вот машина посудомоечная, но мы ей особо не пользуемся, потому что это тоже геморрой, все доскладывать, раскладывать, проще уже самому помыть, ну, кухня небольшая, но, как бы, удобно, я бы сказала так, еще один постер, и дальше пойдем с вами в эту комнату, кстати, тут еще и зеркало в полный рост, а это классно, можно смотреть на себя перед тем, как выходишь на улицу, в прошлой квартире Великотырного было не так, и это было неудобно, нужно было подниматься наверх, и если что, смотреть там на себя, идем в главную комнату, она здесь самая уютная, очень мне нравится, единственное, солнце все-таки ушло, и не дало нам нормально снять картинку, но ничего, короче, здесь есть очень много книг, и растений, которые, скорее всего, нам нужно поливать, но об этом никто ничего не сказал, опять же, постеры здесь очень классные, красивые, белые цвета, зелень, и мне очень нравится визуал этой квартиры, мы здесь работаем и едим, потому что другого места, собственно, нет, один стол, и вот такой вот уголок, кстати, этот диван удобный, здесь хорошо спать, то, что забавно, это пластиковый стул, наши весы, кстати, здесь расположились, и еще здесь есть место для разных вещей, там, с техникой, все остальное, вид, сейчас я покажу вам более детально, тут есть вот такой балкон, но мы туда как бы не выходим, потому что там холодно, и там все проветривается, ну, сейчас поймете, мы тут спрятали наши чемоданы, другого места не нашли, так, выхожу ненадолго, потому что здесь правда холодно, такой вот маленький, ну, тут летом хорошо находиться, вот, а зимой не очень, да, кстати, у нас уже-то прям зима началась, сегодня 19 ноября, выпал первый снег такой полноценный, и да, вот такой вот у нас красивый вид, большая панорама, видно бизнес-центры, единственное, вот этот дом мешает, за ним очень прикольная церковь, которую сейчас реконструируют, но мы этого не видим, и вот, такая красота, еще, кстати, там видно дворец молодежи, еще, но пацаны голуби залетают, ну, слава богу, у нее есть немножко вот эти штыри, чтобы они улетали, в целом квартира мне очень нравится, она прям суперская, и по визуалу, и по расположению, потому что мы находимся прямо в самом центре Варшавы, и отсюда можно пешком дойти во многие места, плюс возле нас есть метро, и это тоже очень удобно, еще, кстати, мы узнавали насчет воды, и в Польше воду можно пить спод крана, потому что здесь она, ну, безопасная, собственно, там нет никаких вредных примесей, которые есть, например, в Украине и в Болгарии, хотя мне болгары утверждали, что у них суперская чистая вода, но нет, на самом деле она не самая чистая, и мы это изучали в интернете, потому что важно, как бы для здоровья, но все равно мы здесь пьем с фильтра, потому что за трубы дома отвечает сам дом, по цене мы потратили вот столько денег за полтора месяца, да, мы здесь будем жить полтора месяца, а потом поедем в следующий город, ну, в общем, цена нормальная, в принципе, учитывая то, что мы находимся в центре, вообще отлично. А теперь такая рубрика вопрос-ответ, немного с вами поболтаем, поделюсь своими первыми впечатлениями от Польши, и они были очень приятные, я сразу заметила, что здесь везде чисто, сама страна очень развитая и продвинутая, и, конечно, здесь красиво. И еще я здесь сразу почувствовала поддержку, да, Польша больше всех других стран поддерживала и поддерживает Украину в войне, здесь есть очень много украинских флагов везде, много разных благотворительных сборов, и разных мероприятий, поэтому в этом плане я очень благодарна Польше и конкретно людям, полякам. Мы здесь уже, кстати, живем неделю в Варшаве, и за это время мы успели пройтись в старый город, увидели его, ничего не снимали, но так немножко пофоткали, вот, поэтому пока не буду спойлерить. И также ходили в бизнес-центры, смотрели, гуляли здесь по нашему району, и за Дестили метро, которое здесь, кстати, очень классное, но больше спойлерить не буду, все сами дальше увидите, в следующих видео будет очень много Польши. Грустно ли было уезжать из Болгарии? Да, немного грустно, все-таки мы здесь прожили 7 месяцев, именно здесь у меня пошел рост канала в Болгарии, здесь я познакомилась с огромным количеством болгар, отдельный вам привет, и в целом привыкла к этому месту, к языку, природе и теплому климату. Но время двигаться дальше и изучать мир. Что будет дальше с этим каналом? Я бы сказала так, дальше больше. Мы сохраним нашу концепцию и будем ездить с Андреем по разным городам Польши, показывать, как здесь живут люди и делиться польской атмосферой. Плюс картинка станет лучше, потому что я, наконец, начала снимать на новую камеру. Кстати, как вам качество видео? Поделитесь в комментариях. Для меня это важно, мне волнительно. Мне важно, чтобы была разница, чтобы постоянно канал улучшался, видео становились лучше, интереснее и приятнее глазу и по звуку тоже, кстати. Так что да, на этом канале начинается новая глава. Мне волнительно, как я уже сказала, но очень интересно. Ну что, как вам это видео? Ставьте лайк, если нам удалось придать атмосферу нашего переезда и подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить следующие видео из разных городов Польши. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok